Проработав шею, мы переходим с вами к работе с корпусом. Еще раз хочу напомнить, что все упражнения, показанные ранее, были лишь подготовительными. Не надо их воспринимать как боевые действия, как боевая работа в непрерывном контакте, в постоянном контакте с силовым спортсменом. Работа с корпусом обуславливается тем, что если вы работаете в противодействии с борцом, который обладает какими-то навыками борьбы санго, дзюдо, другой борьбы, Работа происходит на захват, на обоюдный захват. На обоюдный захват. Работа происходит на обоюдный захват. Этот обоюдный захват может происходить с различных сторон. Сбоком, спереди, сзади. Просто за корпусом для проведения, например, какого-то из бросков. Опять же, наша задача научиться работать с захватом по движению, по движению партнера. Сначала, как и в работе шеи, это выстраивание своего тела по отношению к партнеру. Научиться двигать тело свое по отношению к движению партнера, создавая как можно больше помех. Как можно больше помех. Задача выработать в теле естественные движения. Естественные, а не какие-то заученные движения. Основной задачей считается выстроить тело по отношению к себе, чтобы вам было удобно. Удобно для дальнейшего проведения какой-либо работы с партнером. Выстроить свое тело так, чтобы прихватить партнера на его же захвате. В дальнейшем, если вы это выстроили удобно, вам, тело партнера, уже провести какое-то силовое действие. Теперь мы поговорим о подготовительных упражнениях к этому движению, к работе с телом. Как и работе шеи, в работе с телом существует подготовительное упражнение. Оно похоже на элементы стрелевой подготовки, которые работают в армии. Пример. Все основано на естественном движении человека. То есть, когда у вас проявляет какое-то противодействие нападающим, ваша реакция будет скидывать руки вверх. Эта реакция также работает при ловле мяча. При ловле мяча вы пытаетесь скинуть руки вверх. То же самое и здесь, когда происходит какой-то захват, человек пытается руки поднять, себя как-то защитить. При этом движении происходит разрыв татарквата. Если говорить более научными терминами, мы пытаемся совместить врожденный рефлекс и приобретенный. Врожденный рефлекс и приобретенный. Упражнения необходимо выполнять с различных сторон. Чтобы сразу же работать во всех плоскостях одинаково. И, естественно, работа в движении. Естественная работа в движении. Пока свои характерные ошибки начинающие. Это поставлено в работу статики и воспринимание этого движения как движение просто поднятия рук. Нет, это неправильно, потому что здесь должна работать система всего тела. Руки, ноги, голова, плечи и другие части тела. То есть работает в этом движении не только подъем локтей, но еще плюс. К этому работает вся группа мышц. Следующим пунктом в этом упражнении будет работа на доработку движения. Но, опять же, нельзя эту работу воспринимать как воевую. Мы лишь работаем на постановку, координационную постановку своего тела в пространстве. То есть эти упражнения на координацию. На то, чтобы в реальной ситуации у вас не было ступора. Не было ступора. Не запоминать какой-либо прием, отдельно взятый из жизни. А работа на совмещение, как я уже говорил до этого, врожденных рефлексов с приобретенными рефлексами. Давайте посмотрим. Здесь идет работа на совмещение также двух точек, которые мы с вами уже рассматривали. И на создание различных неудобств в работе партнера. На создание препятствий к завершению захвата. Препятствий к завершению захвата. Здесь в таком положении партнер крайне неуравновешен его координацией. И вам необходимо ли сделать работу по движению и партнер сам будет бояться. Торопиться здесь не нужно, потому что скорость без навыка, она не нужна. Сначала должен появиться навык по работе, затем будет появляться скорость. Теперь мы не пропустимся к сектору ног. То есть работа с ногами в боевой практике обуславливается либо бросковыми движениями, либо бросковыми движениями, когда этот контакт, партнер старается захватить и провести какой-то бросок. Распространенные броски в этой работе, это бросок задней подножки, либо выход, проход в ноги. То есть либо проход в ноги, либо заднюю подножку. Это обуславливается тем, что это наиболее простые броски, не требующие технического навыка и при более применяемые в рукопашном бою. Хотя другие броски, которые являются бросок через бедро, тоже не стоит исключать. Если вы хороший борец, занимаетесь постоянно борьбой, вы можете его применить. Но мы больше сейчас делаем упор на обывателя. Для выполнения этого упражнения, хочу подчеркнуть опять упражнение, подготовительное упражнение для разработки суставов ног, мы встали уже в необходимую стойку для выполнения броска задней подножки. Партнер пытается выбить у меня ногу, я эту ногу отдаю и переношу в свой сектор. Еще раз. Партнер пытается выбить ногу, я эту ногу отдаю и переношу в свой сектор. Не должно быть никакого сопротивления. Только после этого у вас наработается чувство взаимодействия со своим партнером. То есть чувство непротивления, а преобразования силы партнера в свою силу. Паработали от кисти до ног, мы пытаемся соединить это все в единую непрерывную цель. Давайте посмотрим. Паработали от кисти до ног, я эту ногу отдаю и переношу в свой сектор. При выполнении этого упражнения необходимо добиться непрерывности движения, чтобы движение не прерывалось. На любое силовое воздействие вы должны сначала его обыграть, затем сработать на свое действие. Действие еще раз повторяю.